Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне, где сегодня я делаю шифоновый бисквит Гарри Бейкера. И по моему мнению, это лидер среди бисквитов. Мало того, что этот бисквит влажный, ароматный и невероятно вкусный, он еще и всегда получается. То есть, ни разу не было такого, чтобы он у меня не получился. Прослойку вы тоже для него можете сделать любую. В качестве наполнителя могут использоваться и фрукты, ягоды, орехи. То есть, все, что нравится вам. Также его можно использовать в сочетании с шоколадным шифоновым бисквитом. И тоже получится очень интересный и вкусный тортик. Еще я его очень часто использую в качестве основы для торта птичье молоко. Сегодня как раз этот вариант. Я буду его делать именно для основы этого тортика. Итак, приступим к приготовлению шифонового бисквита Гарри Бейкера. Для приготовления этого бисквита нам потребуется 4 белка, 2 желтка, сахар. Здесь я отмерила сахар, который мне потребуется для белков. Здесь для желтков. Мука. Муку я просеяла заранее. Молоко. Молоко где-то должно быть примерно 40 градусов. То есть, в микроволновке можно его немного подогреть. Растительное масло без запаха. Щепотка соли, ванилин и разрыхлитель. Взбиваем желтки с указанным количеством сахара. Взбивать буду до бела. Все достаточно. В молоко добавляем растительное масло. И перемешиваем. Отставляем в сторону. Займемся мукой. В муку я добавлю 1,5 ложки разрыхлителя. И перемешаем. Теперь соединяем все с желтками. Сначала молочную и масляную смесь. Хорошо перемешаем до однородного состояния. И примерно в 2 этапа вводим муку. И опять же все перемешиваем, чтобы не было комков. Отставляем в сторону и перейдем к белкам. В сахар я добавлю ванилин. Можете, кстати, заменить на ванильный сахар. И также добавить к основному сахару. Перемешиваем. В белки добавляем щепотку соли. И будем взбивать сначала на самой маленькой скорости. Ну или как бы на средней. Смотрите по мощности вашего миксера. Нам нужно, чтобы появились такие пузырьки. Скорость должна быть медленной. Потом постепенно вводите сахар. И увеличиваете скорость. После того, как сахар весь будет в белках. Увеличиваете скорость на самую большую. Взбиваете до появления таких пышных облаков. На первый взгляд может показаться, что очень много действий нужно производить, чтобы сделать этот бисквит. Абсолютно не так. Вы очень быстро привыкнете к этому бисквиту. Тем более, что он может входить в состав очень многих начинок. Все. Белковая масса готова. Такое вот облачко получилось. И в несколько этапов мы будем перемешивать обе массы. Перемешивать следует очень осторожно, чтобы белки не осели. Движения будут снизу вверх. И немного буду проворачивать чашу. Конечно, процесс этот не самый быстрый. Но зато у вас получится пышный бисквит, а не печеная лепешка. Переносим тесто в форму. Дно я застелила пергаментной бумагой. Распределяем равномерно. И ставим выпекаться в духовку, разогретую до 160 градусов. Выпекается он примерно где-то 30 минут. Все будет зависеть от вашей духовки. До сухой зубочистки. Бисквит готов. Выпекался он 30 минут. Не помню, говорила ли я, что форма у меня 24 сантиметра. Оставляю я немного его остыть в форме. После чего сниму форму. И остывать он у меня потом будет на решетке. Предпочитаю не оставлять его полностью остывать в форме, чтобы он не прел в ней. Лучше на решетке это сделать. Разрежем бисквит на 2 коржа. И посмотрим, какой он у нас получился внутри. Последнее время я всегда разрезаю бисквит ниткой. Уж больно мне нравится этот метод. Всегда ровненько все получается. И быстро. Вот такая вот красота получается. Я очень люблю этот бисквит. Так как он может являться основой совершенно к любому торту. Можно его сочетать как с кремом, так и с муссом. И с суфле. Можно также пропитать его растаявшим мороженым пломбир. Немного прям совершенно пропитать. И сделать прослойку йогуртового крема. Будет очень вкусный, легкий и нежный торт. А я как всегда желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.